Здравствуй, друзья. Дочка Путина вешает лапшу на уши. Вся в бадю. Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной медицины. Благодаря стремительному развитию технологии, анализ наших генов становится достаточно рутинным исследованием, а значит доступным для наших пациентов. Мария, ты в российскую больницу вообще хоть раз заходила? В российских больницах воды в кране нет, туалетной бумаги нет в туалете, дверь закрывается на щеколду, а ты про генетические исследования. Наряду с другими вполне обычными медицинскими анализами. Таким образом, начиная с диагностики и продолжая профилактикой и завершая лечение, медицина на сегодняшний день имеет беспрецедентные возможности. Беспрецедентные возможности. Ты расскажи лучше, как миллиард рублей заработала меньше, чем за три года. Разрекламированное интервью Путина в московском телеэфире набрало рейтинг всего 3%. Лукашенко, Саня, по-моему у тебя конкурент. Приветствую обманутый россиянин от нанотехнологии. Это еще не нанотехнологии. Вот нанотехнологии. Привет, обманутый россиянин. Говорят, что у нас импортозамещение провалилось. Ничего подобного. Вот импортозаместили тротуар. Калининград, СНТ, в черте города. Тут вот люди живут, дома такие хорошие. Остановка общественного транспорта. Главное, чтобы технологии в НАТО не попали. Правильно Володя говорит. Надо не допустить, чтобы НАТО нашу страну раздербанили. Вот так вот и живем. Вот. НАТО прямо спит и видит, как бы Россию поскорее захватить. Эту родину изобретений. Эту битву умов. Торжество интеллекта. Уход запрещен. Частная собственность. И тут использована передовая российская технология по контролю доступа на территорию. Значит, аналогов в мире не существует. Лица американцев представили? Это карнавал в Германии. Отношения патриарха Кирилла и международного преступника Путина изображены идеально. В 2023 году в Россию уволилось 193 тысячи учителей. В 75 регионах зарплата у них ниже, чем мрот. Вместо учителей в школу будут приходить вот такие герои и рассказывать детям, что за царя умирать не страшно. Я вам скажу, что умирать не страшно. Я сам по жизни прошел. Скорее, что Абонистан, Ташкористан, Ош, Карабах, Чечня, Африка, Несуэла. Кто, который не слушает родителей, играет на руку кому? Врагу. Свои амбиции выкидывайте слушанию родителей. Тогда вы вырастите действительно красивыми, сильными, бодрыми, готовыми защитить нашу больницу. Амбициозные Путину не нужны. Путину нужны покорные и терпеливые. Вот такие, которые всю жизнь платят налоги, работают на олигарха за копейки, а потом на четвереньках идут домой по скользкому льду. Носитель суверенитета и, кстати, единственный источник власти в России. Статья третья Конституции. Жаль, Дарвин это из окна не увидел. Человек разумный. Homo sapiens. Венец эволюции. Опустился назад на колени. И еще годик-полтора Соловьева и Киселева. Как амеба на животе ползать будет. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gordonshop, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gordonshop это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Gordonshop, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Астраханская область, районный центр Красный Яр. Новый тренд, называется «Обожаю Красный Яр». Это не один человек так ходит, так многие. У кого-то модные желтые пакеты, у кого-то немодные красные. О, и старое поколение, и новое поколение. И все еб***ь, пожалуйста, вот. А ты говоришь, еб***ь. А говорят, мы по уровню развития вот-вот догоним Японию, еб***ь. Вот-вот. Мы уже их обошли, еб***ь. Японии до этого х**а мог додуматься, еб***ь. Да, Японию отрицательно обошли. Кадыровец. Называет те, кто отправляется на мясной штурм и рассказывает, что с ними будет. Японию отрицательно обошли. Спокойный, как повар, который мясо на стейк выбирает. Губернатор Калининградской области сказал, что в нападении России на Украину виноват Эммануил Кант. Кант – один из духовных концов современного Запада. Если мы захотим найти геронически, почти не великая, сверхпопулярный актеритет Западного Украины, конечно, окажется Эммануил Кант. Расхожая муплицистика называет и называет Канта отцом практически всего. Он и отец и свободы, и идеи правого государства, и литерализма, и рационализма, и даже идеи Евросоюза, и даже говорят, что идеи соединенных наций, тоже его. Эммануил Кант, где извинения?